Какие существуют формы реорганизации юридического лица? Как прекратить деятельность путем реорганизации? Поговорим об этом в нашем новом видео. Какой из форм реорганизации юридическое лицо прекращает свое существование? Прекращение деятельности юридического лица возможно осуществить путем реорганизации в форме слияния, присоединения и разделения. Слияние представляет собой объединение нескольких компаний в одну новую. В этом случае компании, которые вливаются в новую, прекращают свое существование, а права и обязанности реорганизуемых компаний переходят к новой организации. В случае присоединения одна или несколько компаний прекращают свою деятельность, а права и обязанности реорганизуемых обществ переходят компании, к которой присоединяются остальные. При разделении вместо одной компании возникает несколько. Результатом разделения являются прекращение деятельности разделяемой компании и возникновение новых. Любой процесс реорганизации, независимо от выбранной формы, трудоемкий и затяжной по времени процесс. Каждая из этих видов реорганизации имеет свою специфику, поэтому без помощи высоковолисцированного юриста здесь не обойтись. Своего рода альтернативой прекращения существования компании является их реорганизация в трех формах. Итогом таких структурных преобразаний является внесение записи в URL о прекращении деятельности. Именно с этого момента компания перестает существовать. Но для того, чтобы пройти к завершающей стадии, необходимо сделать ряд последовательных шагов и собрать необходимые документы. Этапы, которые должна пройти компания, в целом очень схожи. Однако иногда компания требуется соблюсти дополнительные требования. Например, некоторые действия компании осуществляются с получением согласия антимонопольной службы. Так, слияние или присоединение нужно согласовывать с антимонопольным органом, исходя из финансовых критериев отчетности компании. Согласование обязательно, если валюта баланса или стоимость активов по бухгалтерскому балансу, составленному на последнюю отчетную дату, превышает 7 миллиардов рублей, либо суммарная выручка компании от реализации товара, превышает 10 миллиардов рублей. Основные шаги, которые будут проходить реорганизуемые компании, в целом выглядят так. Первый шаг. Независимо от выбранной формы реорганизации, сначала принимается решение либо протокол о реорганизации. Как принять решение о реорганизации компании? Для этого проводится, как правило, внеочередное собрание участников. Инициатором его проведения может выступать директор, совет директоров компании, либо участники с правым голосом не менее чем одна десятая от общего количества голосов участников. Решение оформляется в письменном виде и подписывается председателем и секретарем собрания участников компании. Независимо от выбранной формы реорганизации, из-за ее проведения должны единогласно проголосовать все участники. Второй шаг. Уведомление о начале процедуры реорганизации. На извещение налоговой инспекции компании отводятся три рабочих дня с датой принятия решения о реорганизации. На основании направлено уведомление. В Югрел вносится запись о начале процедуры реорганизации компании. Третий шаг. Уведомление кредиторов в письменном виде. Четвертый шаг. Публикация в журнале Вестник государственной регистрации о реорганизации компании. Компания должна дважды, с периодичностью один раз в месяц, публиковать сообщение о начале реорганизации. Какие сведения должна публиковать компания? Публикации в журнале подлежат сведения о виде реорганизации и участниках. Приводится информация о порядке и условиях заявления требований кредиторов компании. Пятый шаг. Предоставление в налоговую инспекцию пакета документов. Момент сдачи документов определен двумя сроками. После того, как истечет 30 дней с даты окончания срока второй публикации сведений в журнале Вестник государственной регистрации, а также по истечении трех месяцев после внесения в налоговые записи в Югрел о начале реорганизации. И последний шаг. Государственная регистрация. Регистрируется новая компания, а реорганизованные компании снимаются с учета в налоговой. А остались вопросы? Пишите нам в комментариях под этим видео. И не забудьте подписаться на канал. Будь в курсе, будь с РосКо.